Привет-привет! В этом мастер-классе мы с вами создадим еловые веточки, но сделаем их вот такие розовые и гламурные. По такой же схеме вы можете создать и зеленые веточки, и голубые ели, и черно-белые, и вообще любой цветовой гаммы, которую вы придумаете. Здесь очень важно сочетание по тональности, по светлоте цветов. Не важно, какого они будут цвета и оттенка, главное, чтобы на более светлом фоне вы сделали сначала чуть темнее веточки, потом чуть более темным сделали внутри еще оттенение, примерно таким же способом, и можно уже не везде, потому что наша задача сделать так, чтобы они были прям как живые. Я очень люблю еще послойно перекрывать вельвет топом, потому что выравнивается поверхность, и вам предыдущие слои не мешают рисовать. Теперь более светлым оттенком, но все равно он чуть-чуть потемнее, чем фон, мы делаем еще одно оттенение. Кстати, это оттенение уже по желанию, в принципе, можно его и опустить. И эмпастой белой рафинат, тонкой линеарной кистью 5 дробь 0, мы делаем уже окончательные самые светлые белые иголочки, которые у нас будут располагаться сначала по контуру, а потом еще мы несколько поставим внутри. Не забывайте в зоне кутикулы тоже доставлять иголочки, чтобы они там не обрывались, чтобы был эффект, будто бы они выглядывают из-под кутикулы. Немножко еще в середину доставляем иголочек, и, конечно же, делаем то же самое на остальных веточках. Получаются вот такие пушистые елки, которые могут стать основой для любого дизайна. Вы можете дополнить разными шермиконами. Смотрите, тут осталось пространство, на которое, в принципе, подходит любая абсолютно надпись из шермикончиков, которые мы представляем. Я взяла вот такие новогодние, и вам показываю, что, в принципе, абсолютно любой шермикон здесь будет уместным. Я выбрала вот такой. И потом мы все это перекрываем. Классно будет сочетаться с клеткой.